Спортивная площадка «Сокол» была построена в 1963 году. Она сразу же стала центром притяжения ребят и взрослых со всего района. Ольга Шутова помнит «Сокол» со дня его открытия. Просто всем хотелось играть. Не обязательно на большой выигрыш. Не с кем было. Все никаких. Мы первые были в городе по хоккею. Этим летом завершилась реконструкция площадки. Горожане могут вновь приходить и заниматься спортом. Уже сейчас по вечерам площадка заполнена ребятами, играющими в футбол и баскетбол. Понятно, что стало новое покрытие, безопасное покрытие, которое прорезиненное и удобное для различных видов спорта. Мы нарастили еще сетки, новые борта, ворота и, что появилось новое, баскетбольные щиты. Поэтому огромное спасибо еще подрядчику «Сокол» Сантех, которые нам помогли это сделать. Было сложно, но мы справились с этой задачей. Реконструкция площадки шла с весны 2023 года. В ходе работ не обошлось без трудностей. Выяснилось, что под площадкой проходит газовая труба высокого давления. На нее нельзя укладывать бетонные основания. Однако поменять проект не было возможности. Потребовалось время, чтобы найти выход из ситуации. В итоге администрация города достигла с газовой службой соглашение, по которому в случае необходимости демонтажа все издержки понесет городской бюджет. Работы продолжились весной этого года, и вот, наконец, реконструкция завершена. Если мы весной, летом и осенью будем заниматься футболом, баскетболом, то зимой мы будем заливать каток, и местное население может здесь кататься на коньках, как оно и было. Время будет, как обычно, разделено для хоккея и для просто посещения массового катания. До реконструкции резиновая крошка на площадке была низкого качества. Теперь же рабочие сделали двухслойное резиновое покрытие. Это будет способствовать безопасности сооружения. Нам кажется, что таких только две площадки в городе. Это вот на этой, на Соколе и вот на 19-й школе. На остальных площадках оно всегда идет в один слой, поэтому мы думаем, что здесь прослужат значительно больше, и будет все хорошо. На объекте установлено видеонаблюдение. Надеемся, что жители нашего города будут аккуратно следить за этой площадкой. Если будут возникать какие-то там моменты, наша компания без проблем все устранит и все вопросы закроют.